Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, партнеры. Сегодня мы с вами обсудим несколько важных вещей. Во-первых, у меня есть несколько хороших новостей. Новость первая – это мы теперь будем регулярно проводить с вами школы обучения. Обучение использования нашей косметики. Я буду делиться с вами всевозможными таинствами и занимательными историями относительно действий косметических препаратов, косметической химии и так далее. Это первое, главное, основное, что, собственно, нас сегодня с вами ждет. А самое главное, основное – это кислород. И поговорим мы сегодня с вами в контексте тактики и стратегии ухода за кожей серии Axiology. Я понимаю ваше негодование, но она скоро, 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 через две недели появится на складе, поэтому вы с огромным удовольствием проделываете все то, что сегодня я вам покажу. И будете понимать действия активных ингредиентов каждого из этих препаратов. Но прежде чем мы перейдем к нашему главному предмету о тактике и стратегии ухода за кожей, я все же полагаю, мы должны с вами вспомнить про кислород, который наше главное, основное и наше все. Итак, кислородная косметика. Собственно, история ее началась давно, 20 лет назад, но история главного ингредиента, который входит в состав нашего кислорода, началась, в общем-то, еще более давно. Это 70-е годы прошлого столетия, когда советскому правительству было дадено уникальное совершенно задание – создать искусственную кровь. Собственно, она была создана, и были проведены подробнейшие клинические испытания. И на основе этих испытаний мы обнаружили, что у ингредиента, который называется в нашем случае аквафтем, есть масса положительных побочных, таких условно-побочных эффектов. Итак, кислород, зачем он нужен? Коже и организму в частности. Прежде всего, вы должны знать и понимать, кислород – это энергия, это не просто, в общем-то, некая субстанция, которая просто обеспечивает нашу жизнь. Она обеспечивает нашу жизнь энергией. И когда мы дышим, кислород проникает внутрь организма, и с помощью кислорода мы с вами создаем энергию. Собственно, это главное, что делает кислородная косметика. Она дает коже дополнительную энергию для того, чтобы осуществлять все ее главные функции, функции, которые выполняет кожа. Но кислородная косметика, как вы помните, прошла несколько этапов. Первое поколение кислородной косметики – это был просто наш аквафтем. Аквафтем, который способен был захватывать кислород из воздуха и трансформировать его, и переносить его в глубокие слои кожи. Следующим этапом, естественно, мы создали новый аквафтем, когда кислороду добавили еще один ингредиент, поскольку вы знаете, что кислород разносится по организму с током крови, а кожа кровоснабжается по остаточному признаку, поэтому кислорода ей всегда не хватает. Поэтому мы с помощью отдельных ингредиентов способствовали активизации микроциркуляции в коже и доставке кислорода изнутри. Но этого тоже было, в общем-то, недостаточно, поскольку вопросы, которые обычно мне задавали, а как же окислительный стресс, а что сделать со свободными радикалами. Сразу скажу, в общем, свободных радикалов мы не добываем с помощью аквафтема. Это целый молекулярный кислород. Но тем не менее, чтобы обеспечить и предотвратить утечку какую-либо свободных радикалов, мы создали еще один компонент нашего кислородного комплекса. Это липосомы с тумироном. Знаете ли вы, что такое тумирон? По сути, это активное вещество, которое мы получаем из корневища куркумы. Куркума – аэровидическое растение, обладающее целым комплексом совершенно волшебных свойств. Но самое главное, куркумин обладает способностью ловить свободные радикалы. Он в тысячу раз более эффективен, чем самый известный вам витамин Е в качестве ловушки свободных радикалов. Но у куркумина есть одна проблема. Проблема заключается в том, что он очень плохо биоусвояем. То есть для того, чтобы получить эффект, нужно съесть огромную дозу куркумы. Более того, его нужно положить в огромной концентрации в крем. Но наши коллеги и партнеры сделают для нас уникальный ингредиент, который имеет белый цвет. Вы помните, что куркума желтая, соответственно, кожа тоже будет иметь желтый оттенок, если вы такое количество куркумы нанесете на поверхность кожи. Поэтому уникальная разработка Фаберлик, лаборатория Фаберлик, Центр научных разработок заключалась в следующем. Мы взяли масло тумирона, поместили ее внутрь липосомы. Мы взяли куркумин, который водорастворим, и поместили его снаружи. И получили уникальную молекулу липосомы очень маленького размера, которая способна проникать вглубь кожи, доставлять активный ингредиент вглубь кожи. И, собственно, мы в тысячу раз повысили биоосвояемость. И важно, вы должны понимать тоже, что мы и предотвратили какие-то возможности, даже намеки на возникновение кислительного стресса. Но жизнь течет дальше. Мы прекрасно понимаем, что нам нужна еще и следующая история. А следующая история заключается в том, что нам не просто нужно привнести кислород в кожу, нам не просто нужно его доставить в ее глубокие слои. Мы должны еще и доставить кислород внутрь клетки. В самом начале я говорила вам, что кислород – это энергия. А в клетке кожи, в клетках нашего организма есть маленькие электрические станции, которые из кислорода получают энергию. Если кислорода не будет, то будет образовываться всего четыре молекулы АТФ. Если кислорода будет достаточно, то их будет 20. Мы фактически в 20 раз усиливаем энергетический потенциал наших клеток, если будем иметь возможность доставить кислород в глубокие слои кожи. И новая кислородная косметика, новый ингредиент, который мы, собственно, вам презентовали в октябре прошлого года, как раз и делает ту самую главную задачу. Уникальные косметические дроны, способные с одной стороны, это транспортная система. Вы должны понимать, что это транспорт, с помощью которого мы доставляем глубокие слои кожи и внутрь клетки кислород. Мы доставляем в кожу активную антиоксидантную молекулу в виде липосом Тумирона. Более того, в нашем кислородном дроне сидит еще один активный центр. Этот активный центр не что иное, как одноклеточная водоросль, хлорелла. Зачем она там? А нужна она там для того, чтобы преобразовывать энергию Солнца в энергию жизни для клеток и солнечную энергию преобразовывать в энергию химическую, в ту самую энергию, которую мы в дальнейшем будем использовать для обновления кожи, для роста клеток кожи, для стимуляции обменных процессов, для стимуляции синтеза коллагена, но в общем-то обеспечивать ей достойную физиологическую жизнь. А, собственно, популяция клеток кожи должна быть всегда молодой. Собственно, кислород в этом будет активно помогать при действии других ингредиентов. Итак, кислород серия Oxiology. Вы должны четко совершенно понимать, что кислородный дрон – это не страшная железная штука, летающая у вас над головами. Это всего лишь молекула пептида, которая способна проникать в глубокие слои кожи. Более того, на вот этом самом замечательном кислородном дроне существуют еще специфические рецепторы. Они сканируют внутрь клетки, цепляются к определенным рецепторам и запускают важные процессы, которые очень важны для нормального функционирования клеток кожи. В общем-то, наш кислород, он в четыре раза стал эффективнее. И вот эта система For Target System, можете, собственно, не запоминать столь сложные названия. Главное понимать, что кислород теперь проникает внутрь клетки, энергии стало теперь в 20 раз больше, и кислород усваивается в несколько порядков более активно клетками нашей кожи. Но, собственно, теперь мы можем владеть самыми главными колоссальными знаниями. Более того, я хочу вам напомнить, что главное, что мы еще можем делать с помощью нашего кислородного комплекса, это стимулировать локальную микроциркуляцию. То есть, на самом деле, в основе этого открытия лежит Нобелевская премия 1998 года. Это фундаментальные знания, которые мы использовали в разработке нашего активного ингредиента. Собственно, что происходит? Знаете ли вы, что всем процессом кровообращения в нашем организме руководит единственный медиатор. Медиатор называется оксид азота, не пугайся страшной химией. Он образуется внутри сосудов и расширяет сосуды, и распределяет кровь по всему организму. Он руководит таким процессом, как кровяное давление. Он отвечает за тонус сосудов и движение крови по сосудам. И очень важно, чтобы кровь двигалась активно, в том числе и в коже. Поэтому после этого открытия, например, стало понятно, как работает нитроглицерин. Таблетка нитроглицерина под язык, выброс оксида азота в коронарных сосудах. А в нашем случае нанесение крема с аквафтемом, с аргинином, с нашими кислородными дронами, это выработка оксида азота в очень тоненьких капиллярах кожи. Это расширение капилляров и активизация локальной микроциркуляции. А куда дойдет кровь, там будет жизнь. Это главное условие для регенерации и репарации тканей кожи в том числе. Поэтому кислород нам необходим. Нам необходим в двух главных аспектах. Это энергия и это тонус кожи и сосудов. Итак, тактика и стратегия ухода за кожей. Тактику и стратегия ухода за кожей, в общем-то, никто не отменял. Обилие препаратов, которые вы видите на страницах вашего нашего каталога, это нужно... Я понимаю, что у вас есть некая проблема с пониманием того, куда и когда все это использовать. Поэтому мы начнем с вами познавать азы косметологии и азы тактики и стратегии ухода за кожей. Потому что неважно, какая линия перед вами, что вы используете дома, вы должны понимать последовательность косметической процедуры. И сегодня мы пройдем эту самую тактику и поймем, какова стратегия ухода за кожей на примере серии Аксиологи. Итак, легендарный кислород, серия очищения, серия которой кислородное дыхание. Собственно, с этого мы начинаем главные процессы. Итак, кислородное дыхание. Чем лучше вы очистите кожу, тем она будет глубже дышать. Это главный принцип, который мы преследуем. Значит, кожа будет лучше усваивать активные ингредиенты. И, собственно, то, что вы видите в составе средств для очищения кожи, вы можете выбрать абсолютно любой препарат, они разобраны по типам кожи. И здесь важно понимать, какая у вас кожа и какое средство выбрать. Самое понятное и легкое, самое первое и основное – это пенка для умывания кожи. Наша любимая пенка, которая мягким муссом будет обволакивать кожу и бережно и мягко очищать ее от загрязняющих факторов внешней среды и от макияжа. Следующий препарат – это мицеллярная вода. Собственно, уникальное средство, где вода в виде мицелл, по сути, способна обволакивать все частички загрязнения макияжа и одним движением снимать с поверхности кожи даже самый драматичный макияж. Единственное, о чем вы должны вспомнить четко – мицеллярную воду нужно смывать. А смывать ее нужно, потому что все равно там есть активные поверхностно-активные вещества, которые нужно удалить с кожи, потому что это детергенты, которые будут нарушать барьерные функции кожи. Кроме прочего, еще необходимо помнить далее. Вы должны подобрать тоник, соответствующий типу вашей кожи. В нашем случае вы можете выбрать из двух препаратов тоник, абсорбирующий для кожи, жирный и проблемный, и второй тоник, который предполагает уход за кожей сухой и чувствительной. Естественно, нам не обойтись без молочка. Это классика очищения. Итак, мы снимаем макияж. Мы проговорим с вами чуть более подробно и детально, когда будем проводить мастер-класс. Я покажу вам, как за 15 минут можно сделать процедуру на основе кислородной косметики. Более того, получить совершенно видимый, очевидный результат. Итак, классика – это молочко. Или неважно, чем вы будете вымывать кожу, возможно, пенкой. Важно ее очистить и завершить процесс очищения непременно использованием средств для глубокого очищения кожи. Это следующий этап, который необходимо использовать в контексте ухода за кожей. Итак, два препарата, которые есть у нас – это гаммаж и скраб для очищения кожи. Собственно, глубокое очищение – это генеральная уборка. И неважно, какого типа ваша кожа, важно это сделать регулярно, хотя бы два-три раза в неделю. Если кожа жирная, то можно делать спокойно и три раза. Если кожа сухая, то достаточно будет одного-двух раз. Но тем не менее, какую цель мы преследуем этой процедурой? Важно следующее. На поверхности кожи все время скапливаются отмершие клетки, которые прожили свою жизнь тридцатидневную, поднялись на поверхность и не всегда покидают поверхность кожи. И кожа воспринимает наличие отмерших клеток на поверхности кожи. На языке косметологов называется гиперкератоз. Если этих клеток слишком много, то, соответственно, толпящиеся на поверхности кожи клетки будут визуально выглядеть как шелушащиеся кожи. Нам очень важно убрать их. Это будет сигнал кожи активизировать процесс обновления, запустить процессы обновления и регенерации кожи. Поэтому без генеральной уборки, без глубокого очищения обойтись совершенно невозможно. Следующая важная история – это легендарный кислород. Что бы ни происходило с вашей кожей, какую бы косметику вы не применяли, какие линии из нашего каталога вы бы не выбрали, легендарный кислород должен быть всегда. Всегда стоять на полочке в ванной комнате, неважно, где вы храните косметику, но тем не менее. Легендарный кислород – это наш кислородный бальзам, где находится максимальная, критическая, я бы сказала, концентрация кислородного комплекса. Зачем это нужно? В свое время мы проводили клинические испытания и показали буквально следующее. Мы взяли несколько женщин разного возраста от 20 до 70 лет, наносили на поверхность кожи разную концентрацию препаратов на основе нашего аквафтема и получили буквально следующий результат. Если вы молодая девушка, у вас нет проблем, у вас нет вредных привычек, вы не курите, вы живете где-нибудь на берегу моря или в горах, дышите воздухом, где достаточно высокая концентрация кислорода, то нанесение на поверхность кожи препаратов на основе аквафтема практически не приводит ни к чему. Точнее, приводит, но насыщение кислорода бурного не происходит. Кожи кислорода и так хватает. А если вы совсем не молодая женщина, у вас ванамнезе, хронические заболевания, у вас есть, вы переживали стрессы, кожа испытывает кислородную гипоксию, испытывает гипоксию, кислородное голодание. Вот если на такую кожу нанести препарат, наш легендарный кислород бальзам, то буквально через 15 минут мы видим, как кожа начинает насыщаться кислородом, увеличивая парциальное его давление в коже примерно на 80 процентов. Это потрясающий совершенно результат, и это поможет коже восстановиться значительно быстрее, запустить процесс регенерации и, самое главное, синтеза энергии. Кроме всего прочего, если вам особо некогда, но кожа выглядит тусклой, для этих целей есть вот этот замечательный кислородный спрей, такая легкая вуаль, которая будет обволакивать кожу и насыщать ее каждую минуту кислородом. Эту легкую вуаль-спрей можно носить на поверхность кожи, независимо от того, есть ли на вас макияж нет, от времени дня, суток и прочее. Если вы хотите освежиться, дать коже новый глоток кислорода, то вот эта самая вуаль, нежная, кислородная, может прекрасно заменить любой активный препарат. Но если вы хотите получить еще дополнительный тонус, возьмите формочку для льда, налейте небольшое количество кислородного спрея, заморозьте, получите кубики льда и протирайте им по утрам лицо, и тогда вы получите эффект двойной. Тонус и кислородное питание, питание кислородом. Практически следующая серия – это кислородное сияние. Кожа должна сиять, тогда она будет молодой, точнее, будет выглядеть значительно моложе. Но кислородное сияние предполагает, в общем-то, избавление вас от стресса, смока, который попадает на поверхность кожи. Знаете ли вы, например, как реагирует наш организм и наша кожа на стресс? Неважно, какой это стресс. Это может быть химический стресс, тяжелые металлы, попавшие на поверхность кожи. Это может быть эмоциональный стресс, это могут быть какие-либо прочие повреждающие агенты. В ответ на стресс, на любое экстренное воздействие, наш организм и кожа в том числе реагирует выбросом уникальных совершенно пептидов. Эти пептиды называются белки теплового шока, а биохимики называют их шапероны. Если вы не запомнили это название, не пугайтесь, ничего страшного. Шаперон даже в учебнике биохимии изображают в виде гувернанки с метелкой. И вот эта самая гувернанка, ее главная задача – вывести мусор из кожи, из окружающей клеток тканей и очистить пространство, сделать его экологически чистым для того, чтобы обеспечить синтез новых белков, для того, чтобы стимулировать те или иные физиологические процессы, которые не могут проистекать в куче мусора, условного мусора, который скопился за период активной жизнедеятельности клеток кожи. И дополнительные факторы в виде городского смока, то, что называют сейчас модным словом pollution, по-английски загрязнение, эти препараты уберут быстро и очень действенно. То есть главный активный действующий ингредиент называется cell detox. Это он провоцирует выброс тех самых защитных белков, которые будут освобождать клетки кожи и окружающее их пространство от того самого мусора и загрязнений. Кроме всего прочего, в составе препаратов есть еще дополнительные ингредиенты, которые будут помогать этим самым замечательным шоперонам работать дальше. Это была серия кислородное сияние. Далее, следующая серия – это кислородный баланс. Кислородный баланс предназначен большей частью для того, чтобы делать кожу сияющей, но не от избытка кожного сала, когда активно работают сальные железы. Надо сказать, что в косметологии она немножечко вводит в заблуждение наших потребителей. Мы всегда считаем, что жирная кожа – это кожа, у которой работают активно сальные железы. Но это единственный диагностический признак, который будет определять тип этой кожи. Надо еще понимать, что жирная кожа может быть точно так же обезвоженной. Сала поверхностного ей достаточно, но у нее могут быть нарушены эпидермальные барьеры. И кожа может выглядеть с одной стороны жирной, с другой стороны быть чувствительной. Вот кислородный баланс – это действительно баланс всех абсолютной ситуаций. Дело в том, чтобы уменьшить активность сальных желез, нужно уменьшить их размеры и заставить их работать более адекватно. Для этих целей в наших препаратах лежат два основных и главных ингредиента. Первое – это карликовая пальма сереноа. Она маленькая, но умеет делать много полезных вещей. Прежде всего, плоды этой пальмы способны купировать рецепторы, точнее блокировать рецепторы сальных желез. Сальная железа перестает так активно реагировать на гормоны тестостерон, которые, кстати, есть в небольшом количестве в женском организме. И вот этот самый тестостерон и стимулирует активность сальных желез. Это он провоцирует избыточную продукцию кожного сала. А пальма сереноа делает эти рецепторы для тестостерона абсолютно недоступными. Поэтому со временем потихонечку нормализуется активный сальный желез. Но это тоже еще не все. Мы не хотим долго ждать, когда периода, когда коша станет матовой. Поэтому наши французские коллеги, компания Кадив, сделала специально для нас активный ингредиент из совершенно уникальной водоросли, которую они выращивают у себя на плантациях в холодных водах Атлантического океана. Это ингредиент, который называется СИМАТ. От слова море и матирование, как я понимаю. Практически водоросль после переработки приобретает вид мельчайших совершенно волокон. Они настолько мельчайшие, что их, в общем-то, не видно вооруженным глазом. Но работают они как мощнейший губко-абсорбер. Если этот препарат нанести с этими волокнами, нанести на поверхность кожи, то в течение короткого времени он будет впитывать избыток кожного сала, кожного жира, который будет извергаться на поверхность кожи через выводные протоки сальных желез. Очень важно понять, как жирная ли у вас кожа и как работают цельные железы. Точнее, как вообще понять и поставить самому себе диагноз. Все это в достаточной степени просто. Если вы проснулись утром, выпили чашечку кофе, нанесли макияж и к 12 часам дня кожа блестит, вам требуется прибудрить носик. Соответственно, можете смело утверждать, что кожа у вас жирная. Если же нанести наш препарат, то вот это первые признаки блеска в так называемой Т-зоне появится где-то ближе к 16-30 часам. То есть весь этот период крем будет активным образом впитывать избыток кожного жира и делать вашу кожу сияющей и матовой. Но и важно понимать, еще и такая кожа требует более тщательного очищения. Поэтому выбирайте правильный препарат из той серии, которая у нас называется кислородное дыхание для очищения кожи. Больше подойдет сюда пенка для очищения и специальный абсорбирующий тоник. В нем тоже есть тот самый ингредиент, способный впитывать избыток кожи. Делать кожу матовой. Это все, что касалось кислородного баланса. Осталось еще две серии. Это кислородное питание. Вот эти вот тюбики коричневатого цвета, это и есть кислородное питание. На самом деле, кислородное питание предполагает очень важный этап ухода за кожей. Когда его применяют? Во-первых, если вы видите, что ваша кожа сухая, она нервно реагирует на любые внешне раздражающие факторы, покрывается пятнами, шелушится. Любое внешнее воздействие, даже банальное умывание водой, может вызывать ощущение стянутости и дискомфорта. Если вы думаете, что кожи не хватает жира, отчасти да. Но кожи большей части не хватает других ингредиентов. Если вы представите себе, как устроена кожа, самый верхний слой, роговой слой эпидермиса, тот слой, который общается с внешним миром, толщина которого не превышает 0,1 миллиметра, то есть он совершенно тоненький. И у всех наверняка были когда-то термические ожоги. Вот этот пузырек, который образуется, это и есть не что иное, как роговой слой. Вот эта тончайшая пленочка. Оказалось, что это активно функционирующий слой, хотя его считали долгое время абсолютно мертвым. Вот между клетками рогового слоя эпидермиса находятся особые липиды. Эти липиды, как монетки, лежащие одна на другой, склеивают между собой клетки рогового слоя эпидермиса и не дают проникнуть внутрь всякого рода внешним агрессором. Будь то тяжелые металлы или какие-либо аллергены, мало ли что может проникнуть кожу и вызвать бурную ее негативную реакцию. Собственно, наша главная задача, вот собственно, когда ваша кожа чувствует себя нервной и бурно реагирует на внешние раздражители, это означает прежде всего то, что у нее разрушены вот эти самые липиды, нарушен эпидермальный барьер. И в коже буквально образуются дыры, прорехи, сквозь которые внутрь проникают всевозможные внешние агрессивные факторы. Еще повторяю, это сажа, это металлы тяжелые, которые содержатся в обильном количестве в воздухе крупных мегаполисов. Это аллергены, могут быть частицы пыльцы растений, неважно что. Но проникнуть внутрь кожи, они тут же натыкаются на рецепторы, которые сидят в глубоких ее слоях, а рецепторы это нервные окончания, которые начинают при контакте с внешними факторами, начинают бурно реагировать, искрить как оголенные провода, а ваша кожа чувствует вот эту самую реакцию раздражения, покраснения, болезненности и так далее. Поэтому кислородное питание, оно призвано прежде всего залатать вот эти дыры. Поэтому в составе препарата есть особый набор ингредиентов. Прежде всего это масло абиссинской горчицы, которое необыкновенным образом богато церамидами, которые входят в состав того самого эпидермального барьера. Жирорастворимые витамины, то есть сканируя поверхность кожи масло абиссинской горчицы проникает внутрь и латает все прорехи в коже, делая ее неуязвимой. Но естественно мы обязательно другие питательные масла, которые есть в составе, они будут образовывать воскообразную пленку на поверхность кожи, запечатывая, условно говоря, наш эпидермальный барьер. Поэтому кислородное питание, питание это достаточно условное название. Если ваша кожа все же жирная, но при этом шелушится и краснеет, то начните курс ее восстановления сначала с серии кислородное питание. После того, как вы золотаете дыры в эпидермисе, восполните утраченные липиды из эпидермального барьера, можете переходить и на дальнейшие серии, которые, в общем-то, например, баланс или увлажнение. Еще одна серия, которую мы уже произвели, она появится достаточно быстро. Еще раз повторяю, мы ждем наполнения нашего склада в течение ближайших двух недель. Серия кислородное увлажнение. Здесь тоже важно понимать следующее. В составе препаратов есть вещества, которые стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты в коже. В кислородном увлажнении есть добавки, которые препятствуют испарению влаги из ее глубоких слоев. И самое главное, есть вещества, которые будут лежать на поверхности кожи, абсорбировать влагу и стимулировать процессы увлажнения кожи. У нас с вами осталось не так много времени, всего минут 30 эфира. За это время я хотела бы вам показать важную часть практического ухода за кожей. Потому что, будучи в контакте с вашими потребителями, их скепсис вы можете разрушить только тем, что покажете, как активно и эффективно работает наша косметика. И сейчас я приглашу сюда нашу модель замечательную, которая нам пожертвует свое лицо для показа, для демонстрации действия косметических препаратов из серии сияния. Итак... Ну, а теперь практическая часть нашей всей истории. У нас сегодня демонстрация возможности кислородной косметики, и мне все же хочется показать вам, как правильно использовать косметические препараты. Более того, есть несколько нюансов и несколько моментов, которые вы должны понимать, применяя, делая косметический салон на дому. Итак, у нас сегодня достаточно молодая модель, наш клиент, условно говоря, потому что, по сути, мы на ее замечательном лице будем показывать действия кислородной косметики. Модель у нас молода, но, тем не менее, когда к вам пришла ваша подруга или подруга подруги, вы должны начать, наверное, следующее. Вы должны восстановить с ними контакт и, естественно, познакомиться. Начинаем со знакомства. Как вас зовут? Ольга. Это Ольга. Сколько лет Ольги я знаю, не буду озвучивать это в эфире, но практически вы должны понимать, что возраст это вам диктует выбор, активный выбор препаратов. Но поскольку у нас сегодня серия Axiology, мы помним, что в каталоге есть еще серии антивозрастные, есть серии эксперты. Если мы обнаружим какие-либо дополнительные нюансы изменения вашей кожи, вы можете порекомендовать дополнить серию Axiology прочими препаратами. Итак, начинаем. Что бы ни происходило, еще раз повторяю, вы познакомились с вашим клиентом, вы выяснили, сколько лет подобрали комплекс препаратов. Имейте в виду, что если вы очень ограничены во времени, всегда расставляйте препараты на столике так, в той последовательности, в которой вы будете их использовать. Прежде всего, это очищение. Когда вы проводите процедуру на дому, не делайте процедуры глубокого очищения. Для очищения кожи выбирайте сначала все же средства, которые легко смываются. Поэтому пенные препараты здесь будут не очень удобны. Вам придется просить модель тогда пойти умыться. Вам понадобится очень много воды, чтобы смыть эти пенки и пленки с поверхности кожи. Поэтому начинаем с главного. Сначала мы должны закрыть одежду чем-нибудь. Салфеткой, полотенцем, что у вас есть под руками. Потому что вы не опытные косметологи, и косметика может случайно попасть на одежду, это негатив. Обязательно уберите волосы, потому что крем, попавший на волосы, тоже может вызвать неприятные ощущения. Я должна снять с себя все кольца, потому что, ежели я оставлю их, то я могу случайно поцарапать лицо модели. Более того, плюс там могут содержаться всевозможные загрязнения. Мы тщательным, тщательным образом моем руки. В моем случае я их мыла, естественно, но еще раз протрите их салфеткой. Тщательно протрите руки салфеткой, потому что вы касаетесь лица. Лицо должно касаться исключительно чистыми руками. Мы протерли руки, и теперь мы должны приступить к процессу до макияжа. Если вам модель говорит, если ваша подруга вам говорит, что у нее нет макияжа, она абсолютно чиста и пришла к вам с чистой кожей, не верьте. Обязательно лицо нужно очистить. Я очень внимательно смотрю на лицо Ольги и вижу, что у нее достаточно сухая кожа. Кожа у нее очень обезвоженная. И как понять обезвоженность кожи, мы сейчас пока не сняли макияж, но это хорошо видно уже тоже. Мелкая-мелкая сеточка морщинок, которые не истинные морщины, это признаки обезвоженности кожи в атипичных местах. Улыбнитесь, пожалуйста. Вот видите, это видно совершенно четко. Мимические гусиные лапки находятся чуть выше. А вот эти вот морщинки, свидетельствующие об обезвоженности кожи, они располагаются несколько ниже. Плюс из-за того, что кожа сухая, появляются морщинки, идущие параллельно носу. Это все восстанавливается. Восстанавливается достаточно быстро, но тем не менее вы должны обязательно запомнить, обратить внимание на всевозможные подобные вещи. Кроме всего прочего, у Ольги довольно Ольга у нас уже перешла 30-летний рубеж, и в этом возрасте уже проявляются первые признаки увядания. Пока мы находимся в самом начале этого не очень радостного процесса, и для того, чтобы этот процесс остановить, мы должны действительно подобрать правильный уход. Что мы еще видим у Ольги? Тип, так называемое усталое лицо, которое как раз говорит о том, что все процессы возвратимы, обратимы, и мы можем восстановить нормальный тонус кожи при дате и сияния, фактически не прибегая никаким экстремальным методам воздействия. Когда вы работаете дома с клиентом, то никогда не трогайте область глаз. Снять макияж, понятно, мы можем легко и быстро, но проблема будет заключаться в том, что вы можете случайно попасть в глаза. Это негатив. Более того, дискомфорт, который вы окажете клиенту, это уже приведет к некому ощущению от косметики, не тому, который вы бы хотели получить. Поэтому не трогайте кожу век и не используйте в таких вот мастер-классах пенящиеся активные препараты. Поэтому мы берем мицеллярный лосьон. Это наше все, который в течение короткого времени очень быстро снимет макияж с поверхности кожи. И более того, мицеллярный лосьон, как я вам говорила, нужно обязательно снять. Сначала ватный тампон обильно смачиваем мицеллярным лосьоном. И от середины лба к вискам быстренько протираем кожу. И Ольга мне сказала, что на ней практически нет макияжа. Сплошные следы этого самого макияжа, но мы видим, что он все же есть. И это хорошо заметно. Следующим тампоном протираем вторую часть лица. И делая манипуляцию очищения кожи, я вижу, что у Ольги кожа чувствительная, поскольку даже прикосновение обычного ватного диска вызвало легкое покраснение в области щек. Это для нас, в общем-то, сигнал не использовать никаких агрессивных препаратов в нашей процедуре сейчас. По крайней мере, пока. И понять, видите, я просто касаюсь, а щечки уже немножечко розовеют. Итак, мы сняли с поверхности кожи макияж и слегка ее очистили. Собственно, как я вам сказала, кожу нужно обязательно умыть после применения мицеллярной воды. Почему? Потому что вот эти вот маленькие мицеллы, это не что иное, как поверхностные вещества, которые сейчас, по сути, окружили все загрязнения. И теперь мы должны их убрать, потому что это детергент, и он нарушает эпидермальный барьер. Если ваш пациент, клиент, извините, пришел к вам впервые, вы можете лично для него достать спонж. Спонж – вещь индивидуальная. Вы не используйте его многократно на других клиентах, пациентах. Клиентах, пациентов. Я путаюсь, поскольку все же я доктор. Итак, поэтому возьмите лучше ватные диски, это надежнее и безопаснее. Слегка смочите ватный диск водой, и чтобы с ваших пальцев вода не капала на зашиворот вашего сидящего в кресле клиента, мы потихонечку протеряем руки салфеткой. Итак, видите, загрязнение – это просто вода. Это просто мы снимаем остатки мицеллярной воды с поверхности кожи, поэтому ни в коем случае не оставляйте ее. Не следуйте рекламным заявлениям, мицеллярная вода не смывается с поверхности кожи, лишь удаляет макияж. Прекрасно она должна смыться. Следующим этапом после мицеллярной воды типу лица, типу кожи Ольги подошло бы и в молочко. Вы можете использовать молочко как демонстрацию того, что оно тоже прекрасно снимает макияж, только более мягко и более нежно. И молочко мы тоже смываем обязательно, потому что в средствах для очищения кожи у нас есть всегда легкие, хоть и мягкие, но поверхностно активные вещества. Нежный тоник для лица – это то, что необходимо дальше для тонизации кожи и снятия остатков загрязнений, которые могут остаться после очищения кожи мицеллярной водой. И тоником мы протираем кожу для того, чтобы удалить остатки макияжа, а тоник прекрасно очищает, потому что остатки макияжа все еще попадают на ватный диск. Следующим этапом мы обязательно… Вы обратили внимание, что на каждую половину лица я беру свой диск. Это необходимо, чтобы более тщательно снять макияж и загрязнение. В сущности главное мы уже проделали. Кожа теперь чиста и готова воспринимать дальше наш уход. Но, как я вам сказала, у Ольги кожа достаточно сухая, а я выбрала для проведения мастер-класса «Кислородное сияние». Но при этом кожа у Ольги тусклая, поэтому кислородное сияние ей подойдет. Но для того, чтобы восстановить барьерные функции кожи, чтобы восстановить ее защитные функции и смягчить кожу, мы все же воспользуемся маской из серии «Кислородное питание». Но, поскольку, как я вам сказала, кожа у Ольги достаточно вялая и тусклая, мы видим темные круги под глазами, у нас есть кислородный бальзам, у нас есть возможность осветлить кожу, сделать ее более яркой и сияющей с помощью кислородного бальзама. Несколько капель, которого мы нанесем обязательно под маску. Итак, наше «Голубое чудо» кислородный бальзам небольшим количеством, очень достаточно тонким слоем мы распределяем по поверхности кожи. Кожа на ощупь достаточно шершавая, то есть по-хорошему Ольге нужно было бы потом порекомендовать сделать еще и глубокое очищение. Но для этих целей я бы ей посоветовала взять бы систему АБЦ из серии «Эксперт», там, где используются АХ-кислоты, гидроксикислоты, так называемые фруктовые кислоты, полученные из тростника. Что произойдет? Фруктовые кислоты растворят межклеточный цемент и облегчат удаление с поверхности кожи от мерзших клеток. И кожа станет более гладкой, более ровной для того, чтобы в дальнейшем достаточно активно воспринимать все питательные вещества, которые будут попадать на ее поверхность. Следующим этапом после кислородного бальзама наносим маску. В принципе, вы можете воспользоваться кисточкой, это значительно удобнее. Но если нет кисточки, прекрасным образом можно справиться с помощью пальцев рук. Маска прекрасно будет наноситься на поверхность кожи и таким способом, поскольку она довольно мягкая. Кисточкой сложно носить и плотные маски. Итак, маска для лица «Кислородное питание». Я выдавливаю небольшое количество маски на кисточку и прямо кисточкой разношу маску по поверхности кожи. Не нужно стремиться нанести маску очень толстым слоем, потому что вам тяжело будет ее снять и смыть. Но этого количества будет достаточно. Сейчас работает так называемый принцип малых доз. У нас с вами под маской лежит кислородный бальзам. Кислородный бальзам, который уже вступил в активную фазу своей работы, он уже успел растворить кислород из воздуха и начать активный его транспорт глубокие ее слои. Наносим маску, продолжаем этот процесс. Я говорю еще раз, если вам кажется, что вам неудобно работать с кисточкой, вы можете прекрасно это сделать и с помощью пальцев рук. Разнести маску. Ее кладут чуть более плотным слоем под те слои, в тех местах, где есть участки сухости кожи. А у нас достаточно сухая кожа в области век, поэтому, чтобы усилить этот самый эффект, мы небольшое количество крема для век нанесем прямо. Я все же здесь это сделаю пальцами, потому что плотным-плотным слоем для того, чтобы усилить процесс питания кожей, насыщения ее активными питательными веществами. Итак, маску мы нанесли, но это еще не все. У нас с вами достаточно мало времени и у вас всегда мало времени, потому что не желает ваш пациент сидеть 20 минут, клиент, ваша модель сидеть 20 минут с маской, потому что 20 минут это огромное время и никто не хочет его тратить на какие-то глупости. Для того, чтобы ускорить процесс впитывания маски и ускорить процесс восприятия кожи активных веществ с маской, мы берем салфетку, складываем ее вот так вот треугольничком, берем наш замечательный кислородный спрей и можете просто смочить минеральной водой, обычной водой, но кислородный спрей будет в значительной степени уместнее. И обильно пропитываем им салфетку. И теперь приклеиваем салфеточку на кожу, там где нанесена маска. Она очень легко прилегает, более того, на прохладное. Ваша модель испытывает сейчас полное чувство релакса, потому что прохладное салфетка очень благотворно действует на тонус кожи, ко всему прочему. Итак, что мы делаем сейчас и что происходит у нас с кожей в данный конкретный момент? Осталось прилепить маленький кусочек на лоб, чтобы процесс был более эффективный. В сущности, достаточно будет теперь пяти минут. Это все произошло. Слепили такую вот замечательную мумию. Пять минут. Но пять минут вам нужно либо о чем-то разговаривать с вашей моделью клиентом или рассказывать ей про косметику, про другие средства, которые есть в серии Axiology или в другой серии, которая ей может подойти. Поэтому для того, чтобы убедить в том, что косметика работает, поскольку сейчас день, ночной крем нам пока не понадобится, но вы можете нанести и показать действие ночного крема. У меня крем «Кислородное питание», на кожу. А кожа рук у нее очень сухая. Мы преследуем здесь двойную цель. Первое – показать, что крем в течение короткого времени, нескольких секунд восстановит липидный баланс кожи, восполнит недостающее количество масел. Кожа будет мягкая и ухоженная. Это первое. Вот она уже, даже если вы сравните теперь две ладошки, я просто нанесла немножечко крема. Крем просто мгновенно впитался, потому что кожа рук действительно сухая. А что я делаю сейчас? Сейчас я массирую кончики пальцев, потому что здесь есть нервные окончания. Вашей модели уже хорошо, а сейчас будет еще лучше, потому что нервные окончания, находящиеся в кончиках пальцев, приводят ее в состояние релакса, нормализуют частоту сердечных сокращений и доставляют ей колоссальное удовольствие от этого легкого процесса. Но чтобы вторая рука у нас тоже не оказалась обездоленной, мы проделаем ту же манипуляцию. Но чтобы было видно, я еще раз показываю. Смотрите, какова разница. Кожа шершавая, кожа гладкая. Потрогайте свою ручку, одну и другую. Как ощущения? Чувствуется разница. Разница существенная. Поэтому берем вторую руку, наносим опять крем, разносим его по коже рук и делаем то же самое. Впитываем крем активно и массируем каждый пальчик. Более того, вот здесь вот на ладошке есть тоже нервные окончания, поэтому помассируйте ладошку достаточно тщательно, чтобы получить чувство полного релакса и удовлетворения. Итак, прошло, наверное, всего лишь пять минут после того, как мы нанесли маску. Что сейчас происходит здесь? Там фактически внутри, под маской, под салфетками, это кислородный оазис, потому что кислородный бальзам активно стал впитываться в кожу и тащить туда кислород. Питательные вещества из кислородной маски сейчас залатали все дыры фактически в эпидермисе, все прорехи, восстановили эпидермальный барьер, напитали кожу питательными веществами и фактически кожа уже, в общем-то, если бы посидеть Ольге еще пять минут, будет еще лучше. Но у нас времени не так много. Более того, мы не даем маске высохнуть окончательно, нанеся на поверхность влажные салфетки. Это необходимо для того, чтобы активные вещества более активно и более глубоко проникали в глубокие слои кожи. Ну а салфетки там еще были нужны для того, чтобы одним движением очень быстро снять маску с поверхности кожи, а не умывать клиента дисками, спонжами и так далее. Вот, собственно, вы видите, это и произошло. Очень жаль, что мы не зафиксировали фотографию до, потому что фотография после была бы, будет совершенно разительно отличающейся. Как я вам сказала, кожа у Ольги была достаточно сухой. Она настолько сухой, что под пальцами у меня просто шуршало. И сейчас мы убираем остатки маски, салфетки. Часть убираем с помощью салфеток. Остаток уберем просто ватными дисками. Осталось немножко маски. Поэтому я призываю вас, можете просто убрать их салфетками уже сухими. Поэтому я призываю вас не наносить очень плотным слоем маску. Вам тяжело будет ее снять, потому что ваш пациент сидит и в этой позиции смывать маску водой очень неудобно, чтобы просто она может начать течь. Вы можете промахнуться и так далее. Посмотрите, насколько кожа стала более мягкой и более тонкой. Дело в том, что маска серии Аксиологи кислородное питание, внутри в этой маске нет наполнителей. Мы это делали совершенно намеренно, потому что всевозможные белые глины, бентонит, все, что делают маску маской, так называемые порошки-наполнители, они имеют способность немножко абсорбировать влагу. А для очень сухой кожи с поврежденным эпидермальным барьером такая маска будет не очень хороша. Нам важно было как раз маску напитать. Ее не нужно даже смывать водой. Можно потом протереть немножко ватным диском, потому что если Ольга потом захочет нанести макияж, чтобы маска не мешала ей и не скатывала с поверхности кожи. Поэтому остатки маски слегка протираем водой, убираем с поверхности кожи следы и частички этой самой маски. И фактически вот вуаля, кожа готова к восприятию дальнейших препаратов. Нужно обязательно промокнуть, потому чтобы не было воды. Итак, теперь нам нужно нанести защитный крем. Здесь может быть и крем дневной, а может быть сыворотка и наш крем BB, который с SPF-фактором, который будет еще и придавать коже легкий оттенок и защищать ее от ультрафиолета. Но не забывайте про нежную кожу вокруг глаз. Нанесите небольшое количество крема, чтобы защитить ее и не дать ей высохнуть, и кожа будет совершенно успокоенная. Еще раз я повторяю, что у нас работало в серии кислородное питание в маске. В маске прежде всего набор масел, главное из которых масло абиссинской горчицы, оно питало кожу. А в серии кислородное питание, это работали с Эльдетокс, наши белки, шапироны. Поэтому небольшое количество клеток, белки шапироны, которые очищали клетки от мусора, и сейчас это будет работать дальше. Небольшое количество сыворотки нанесем для того, чтобы ускорить этот самый процесс освобождения кожи, детоксикация, сияние и так далее, сыворотка, которая придаст коже потрясающий розоватый оттенок. В составе сыворотки есть еще и светоотражающие частички, которые будут поглощать серый цвет и светиться розовым, отражать розовый цвет, а кожа будет выглядеть совершенно потрясающе сияющей. Мне кажется, Ольге и макияж, в общем-то, не понадобится. Щечки у нас розовые, кожа тоже вполне себе сияет. Но кожа действительно настолько сухая, что обычное количество крема ей абсолютно недостаточно. Она съедает его буквально целиком и полностью. Итак, мне даже не хочется наносить дальше дневной крем, потому что сыворотки будет совершенно достаточно для того, чтобы выглядеть достойно и сияющей. Итак, мы закончили самую главную процедуру. Это мастер-класс, где показали вам действия кислородной косметики на примере серии «Кислородное сияние». И вы видели, что я включила в процедуру еще и маску из другой серии «Аксиологи». Это важно. Вы должны понимать, что вы прекрасно можете смешивать препараты между собой. Вам очень просто нужно понять, какой тип кожи у вашей модели, у вашего клиента. И когда вы начинаете работать с этой кожей, вы видите, как она воспринимает косметику. Вот в данном случае, я еще повторяю, кожа была настолько обезвоженной, что ей маска питательная, была просто удивительно кстати. Поэтому Ольгу мы сейчас отпускаем. А мы с вами обсудим еще раз, что происходило. Итак, для того, чтобы зафиксировать и запомнить, что же мы делали сейчас с лицом нашей замечательной модели, делали буквально следующее. Первое. Важный этап тактики и стратегии ухода за кожей. Начинаем процедуру с очищения. Если вы проводите процедуру дома, то делаем исключительно легкий процесс демакияжа. Берем мицеллярную воду и смачиваем ею ватные диски. И с помощью ватных дисков тщательно протираем лицо. Обязательно смываем мицеллярную воду водой, то есть ватным диском, который смочен в воде. Протираем далее и удаляем остатки мицеллярной воды. Кроме этого, следующим этапом кожи обязательно потребуют тонизации. И мы используем лосьон или тоник, подходящий типу кожи. Следующим этапом нужна маска. Но чтобы вы могли действительно показать быструю экспресс-эффективность ваших препаратов, маска, неважно из какой она будет серии, питание, сияние, увлажнение, неважно. Берем несколько капель кислородного бальзама, кислородного бальзама, наносим на поверхность кожи. Тем самым мы многократно усилим действие маски потом. Наносим маску очень тонким слоем, плотно, но тоненько, чтобы ее можно легко было смыть потом. Ну а дальше, чтобы ускорить процесс попадания внутрь кожи активных ингредиентов, мы фактически с вами должны нанести салфетки на поверхность кожи. Берем наш кислородный спрей, смачиваем обычную косметическую тоненькую салфетку и потом приклеиваем ее к коже лица вашей модели. Тем самым мы обеспечиваем более глубокое, более активное проникновение активных питательных веществ маски вглубь кожи. Ну и завершаем эту процедуру. Во-первых, мы облегчаем салфетками процесс снятия маски с поверхности кожи. Вам не нужно тогда разносить спонжами, долго и упорно и мучительно смывать эту маску с поверхности кожи. Салфетки помогут это сделать значительно быстрее. Ну а далее-далее наносим уже окончательно какой-либо базовый препарат. В нашем случае это была сыворотка кислородное сияние, в которой есть светоотражающие частицы. В нашем случае это был дневной крем с легким СП-фактором 15. И в сущности вы видите ли, вы видели, как кожа Ольги наполнилась изнутри кислородом, она напиталась влагой, мы восстановили ее эпидермальный барьер. И более того, кожа действительно приобрела то самое сияние, которым помогали ей активные кислородные дроны, целый комплекс активных добавок. И вы это прекрасно можете проделать дома, на себе, на ваших друзьях, подругах, на новых совершенно дистрибьюторах и клиентах, которые пришли посмотреть, что такое кислородная косметика. Поэтому пользуйтесь и улыбайтесь, потому что морщины, они образуются только, пусть они будут только от ваших улыбок. Итак, а теперь мы переходим к следующему этапу. У вас есть масса вопросов, я понимаю, что их накопилось очень много, и они возникают в процессе наших бесед, и осталось не так много времени, поэтому я попробую ответить. Сейчас много аллергиков. Если не дай бог, после нашего мастер-класса возникнет аллергическая реакция, как предостеречь себя и клиента от нежелательного результата. Во-первых, кислородный бальзам сам по себе купируют аллергическую реакцию. Нанесите его сразу же на поверхность кожи, поскольку в составе помимо кислородных ингредиентов есть еще депантенол, причем в очень высокой концентрации. А депантенол купирует аллергическую реакцию достаточно легко и быстро. Ну а далее вы увидите, аллергик ли ваш клиент или нет, просто проводя процедуру до макияжа. Если вы видите, что под руками кожа начинает набухать, краснеть, лучше не продолжайте. Скорее всего, аллергия комплексная, не на конкретный препарат, а, возможно, у человека полиаллергия. Ну и самое главное, когда вы начинаете процедуру, расспросите вашу модель сегодняшнюю, есть ли у нее пищевая аллергия, какие препараты плохо переносит ее кожа, есть ли у нее вообще аллергические реакции, пользуется ли она антигистаминными препаратами. И вы, если вы слегка выясните это для себя, просто не берите людей, склонных к аллергии, потому что вы не врачи, вы не сможете оказать первую помощь, если что-то возникнет. Клиентка взяла мицеллярную воду и говорит, что очень сушит кожу серии кислород. Или все-таки в комплексе, так как крем довольно-таки питательный. Смотрите, я подозреваю, что ваша клиентка не смыла мицеллярную воду с поверхности кожи. Поэтому я повторяю еще раз, мицеллярная вода содержит мицеллы, состоят из поверхностно-активных веществ. Поэтому смывайте мицеллярную воду водой. Это средство для демакияжа, для экспресс-демакияжа. Ну а если у вашего клиентки кожа очень сухая, замените мицеллярную воду молочком. Оно прекрасно удалит макияж и будет более бережно обращаться с самой раздраженной и чувствительной кожей. Ну и, естественно, если у клиентки сухая кожа, дополните это хотя бы препаратами серии кислородное питание. Рола еще будет использоваться сейчас. Что ей сейчас предлагать на замену? Ну, вы вспомнили Рола. Рола перестала использоваться в 2000, не помню, кажется, в шестом или седьмом году. Да, мы, скорее всего, что-либо можем сделать с препаратами с R-альфа-липоевой кислотой. Но сейчас ей на замену есть в серии Реноваж, Гардерика, Пролексир. И прекрасным образом более активные пептиды заменят Ролу 100%. Предлагайте вашим клиентам, пациентам препараты из серии антивозраст в зависимости от возраста вашего пациента. 25-30 плюс Пролексир, 40 плюс Гардерика, 50 плюс Реноваж. Тем более, что Реноваж мы значительно усилили пептидами, которые участвуют в процессе синтеза белков-коллагенов. У меня капилляры на лице. Эти кремы Аксиологи не будут вредны для сосудов? Нет и еще раз нет. Возьмите кислородный бальзам. Если вы слышали меня в самом начале, то я рассказывала про механизм действия наших кислородных дронов и кислородного комплекса в частности. Что происходит при попадании кислородного дрона в кожу? С одной стороны, да, мы притащили туда кислород, насытили клетки кислородом и запустили процесс синтеза энергии. Но препарат обладает еще одной способностью, еще дополнительными ингредиентами, которые будут вызывать легкое расширение сосудов. А что такое купероз? Это спазмированные сосуды кожи, в которых стоят ретроцитарные столбики и закупоривают их, затрудняя кровоток. Как только вы нанесете кислородный бальзам и будете его использовать регулярно, сосуды раскроются, восстановится ток крови, и кислородные дроны вымоют ретроцитарные столбики, которые закупорили ваши сосуды. И наоборот, вы избавитесь от купероза. И даже открою вам старшую страшную тайну, в эстетической медицине препарат перфторан применяют для лечения купероза, просто делая инъекции в зону, где ярко выраженная сосудистая сетка. В чем разница пенка для очищения и мицеллярная вода? Разница великая. В пенке для очищения, в очищающем геи, а вы имеете на виду, наверное, вот эту пенку. Разница есть, разница существенная. Мицеллярная вода – это мицелла, многослойная, один слой которых состоит из поверхностно-активных веществ. Это микроэмульсия. Мицеллы имеют определенный заряд, положительный. Частицы загрязнения и макияжа имеют отрицательный заряд. И они, в общем-то, притягиваясь друг к другу, имея как бы сродство движения мицеллы к загрязнениям, обволакивают их, и вы легко можете их удалить с поверхности кожи. Пенка на самом деле делает примерно все то же самое, но пенящиеся вещества имеют большую, так сказать, поверхность, поверхностно-активных веществ и более глубоко способны очистить кожу. То есть мицеллярная вода действует более поверхностно, пенка и пенящийся гелик для снятия, для умывания, они более глубоко очищают кожу от загрязнений. Более того, вы можете совмещать эти препараты. Например, мицеллярной водой снять макияж, она это делает быстро и легко. Затем умыться пенкой или гелем для умывания в зависимости от того, что ваша кожа лучше воспринимает. Кислородный баланс с какого возраста рекомендуют людям? Но кислородный баланс вы можете использовать, начиная где-то лет с 15-16, потому что там нет ингредиентов, которые так или иначе могут повлиять на кожу молодого человека негативно. Здесь важное, что будут делать эти препараты, они будут уменьшать активность сальных желез, тем самым предотвращать развитие, может быть, более сложных проблем, таких как воспалительные элементы, акне и так далее. Более того, вы избавите молодого человека еще и от черных точек комедонов. Как правильно пользоваться сывороткой? В какое время и в каком возрасте лучше начинать? Все зависит от сыворотки. Наша замечательная кислородная сыворотка, к примеру, она, естественно, более активна, ее можно применять с более взрослого возраста, лет с 20. А все остальные сыворотки – это препараты, признанные усилить действие наших кремов. Сыворотка – это такой концентрат-бустер, который пролонгирует и усиливает действие основного препарата. Правильно ими пользоваться так. Лучше всего сыворотку наносить на ночь. Почему? Ночью, в течение ночи у вас вступают активно в работу процессы ночного репарирования. То есть включаются ферментные системы, которые в течение ночи латают разрушенные белки коллагена, они восстанавливают работу клеток кожи, проводят фактически ночной ремонт внутри вашей кожи. Поэтому сыворотка в данном случае будет более активно принимать в этом участие. За исключением одной сыворотки, которая называется кислородное сияние, как раз мы ее наносили в конце процедуры на лицо Ольги, вот ее-то как раз можно применять и днем. Почему? Здесь ее главная роль – обеспечить защиту от негативного фактора внешней среды. Она такая сыворотка-детокс, она предотвратит попадание в глубокие слои кожи всевозможных внешних загрязнений, таких как тяжелые металлы, смог, сажи и так далее. Более того, придаст сияние вашей коже. Это, в общем-то, достаточно важно, потому что кожа должна выглядеть молодой, красивой и здоровой. Скажите, на летнее время как правильно пользоваться кислородной косметикой? Что исключить, что добавить? Но на самом деле один из косметических мифов – это применение сезонное применение препаратов. Серию «Аксиологи» вы можете применять всегда и везде. Неважно, зима ли на дворе, морозы, или наоборот светит жаркое солнце. Единственное, о чем вы должны помнить, более комфортно вам будет зимой пользоваться серией кислородное питание. Ну а летом более комфортно вы будете ощущать, используя серию увлажнения или сияния. По сути, но если у вас очень сухая кожа, используется кислородное питание, нет сезонных каких-то процессов. Просто очень важно оценить состояние своей кожи правильно. В этом есть самая главная, основная трудность. Поэтому, например, когда вам нужна серия кислородное сияние, ее всегда нужно использовать курсом. С нее нужно вообще начинать уход за кожей серии «Аксиологи». После того, как вы использовали препараты серии «Сияние», еще раз внимательно посмотрите на себя в зеркало. Если кожа склонна к жирности, переходим на кислородный баланс. Если кожа сухая шелушится, переходим на кислородное питание. Если вы видите, что кожи не хватает влаги, переходим на кислородное увлажнение. Понять, например, как выбрать косметику между питанием и увлажнением, можно достаточно просто. Кислородное увлажнение показано всегда тем, у кого кожа легко сморщивается. Например, как поставить себе правильный диагноз об ее безбоженности. Вы проснулись утром, пьете уже вторую чашечку кофе, а следы от подушки на лице так и не расправились. Это говорит о том, что кожа не хватает влаги. Она сморщилась и очень плохо восстанавливается обратно. Или внимательно посмотрите на свое лицо сквозь увеличительное зеркало. Если вы видите сеточку тончайших, как паутинка, морщин, которые располагаются в атипичных местах, например, параллельно носу, которые не участвуют в вашей мимике, то это свидетельствует о том, что кожа действительно немножко сдулась. Не повезло вашу яблоку, но зато повезло вам. У вас есть серия как раз кислородное увлажнение. Поэтому здесь неважно, какой серии вы начинаете пользоваться. Неважно, еще повторяю, какой сезон у нас на улице. Лето, зима или осень, весна. Неважно. Важно правильно поставить себе диагноз и подобрать диагноз вашей кожи, точнее. И подобрать себе соответствующие препараты. Еще раз повторяю, эти серии можно чередовать. Более того, в косметологии есть понятие тип кожи, а в дерматологии есть понятие актуальное состояние кожи. Тип кожи – это временное ее состояние. Ну, например, вы попользовались кремами для жирной кожи. Кожа из жирной стала нормальной. Ну, вот, в общем-то, вы поменяли себе тип кожи, вы изменили ее актуальное состояние. Поэтому еще раз повторяю, кожа меняется. Она меняется в зависимости от вашего внутреннего статуса. Она меняется от того, какую косметику вы применяли. Она приобретает другие свойства. Кожа реагирует очень положительно на уход за ней и очень всегда благодарна отзывается, если вы соблюдаете этапы ухода, соблюдаете те самые правила, тактики и стратегии ухода за кожей. Она всегда оценит заботу о ней. Поэтому заботьтесь о коже, заботьтесь о себе. И еще раз повторяю, не забывайте, что кислородная косметика – это энергия, которая нужна вашей коже для ее ежедневной жизни. Это энергия, которая нужна каждой клетке вашей кожи, для ее правильного функционирования. Поэтому пользуйтесь серией Oxiology и другими препаратами из нашего большого красивого каталога. Но это только была первая наша с вами встреча в эфире. А далее следите за новостями, и далее мы вам объявим и покажем, что мы вам расскажем дальше, какие тайны кислородной косметики откроем, и мы научим пользоваться правильно, для того, чтобы вы действительно выглядели значительно моложе, и ваша кожа сияла молодостью и красотой всегда. Спасибо огромное за внимание.